Сотовых операторов обязали вернуть россиянам бесплатную раздачу интернета. О готовности исполнить решение Федеральной антимонопольной службы сообщили три из четырех компаний. Что будет с тем, кто отказался выполнять требования ФАС, расскажем далее. Вернуть возможность бесплатно использовать телефон в качестве модема МТС Билан Мегафон и Теле 2 обязала Федеральная антимонопольная служба. На такое решение повлияли негативные обращения пользователей только за сентябрь этого года по поводу платной раздачи трафика. В антимонопольную службу пожаловали 186 раз. ФАС отреагировала на обращение россияна. В сентябре отправила сотовым операторам предупреждение. Выполнить его должны были за месяц. На сегодняшний день известно, что абонентам больше не придется платить за раздачу трафика, сообщили компании Мегафон, Билайн и Теле 2. Они предупредили, что нужно еще некоторое время, чтобы закончить технические процессы по перенастройке тарифных планов. Поэтому в течение ближайшего месяца могут быть сбои. С 23 октября 2023 года Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой и тарификацией функции по раздаче. С 22 ноября 2023 года Теле 2 отменит плату для новых подключений абонентов. С 19 декабря 2023 года плата будет отменена для всех действующих абонентов. До 1 декабря 2023 года Билайн отменит плату на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета. В отношении тарифных планов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. О результатах компания проинформирует службу также в срок до 1 декабря 2023 года. По мнению ФАС, в необходимости платить за раздачу интернета есть признаки навязывания невыгодных условий договора об оказании услуг связи. В МТС, например, так не считают. Оператор сообщил ФАС, что плата за раздачу трафика интересы абонентов не ущемляет. Однако многие перестали раздавать интернет таким способом. Например, школьницы Настя и Лена теперь пытаются обойтись без использования такой услуги. Вообще это достаточно удобно делать, потому что когда у тебя заканчивается интернет и очень срочно понадобится он, то ты можешь попросить у друга. А заметили, что это стало платным услугой? Да, это очень проблематично стало. Неудобно. Нет, я не понимаю, если он стал платным, а зачем, если есть свой Wi-Fi. У него нет интернета. Я раньше раздавала, но теперь ей подруга раздает. Таким образом, операторы хотели бороться с так называемыми качальщиками, теми, кто скачивает десятки гигабайтов в месяц. А это чрезвычайная нагрузка на сеть. Но так поступает не большинство. Многим опция раздачи интернета требуется лишь иногда. Например, в поездке или дома, если отвалился домашний интернет. Тем не менее, оператор, в который не выполнит требования, ждет наказание рублем. Штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Еще и привлечение к административной ответственности.